Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Батюшка. Это канал для тех, кто выбрал жизнь вечную, покрестившись во Христа и старается добиться того, чтобы эта жизнь вечная была все-таки в Царстве Небесном, а не где-нибудь внизу. А для этого, как мы уже с вами не одну беседу провели, нам нужно не так-то много, и это немного заключается в том, что нужно верить в Христа, без сомнений верить в Христа, не сомневаться, что Он единственный был Бог, который пришел, есть единственный, кто все эти заповеди на жизни вечной нам преподал. Если у вас есть какие-то сомнения, что вы думаете, ну вот там еще какой-то Бог у иудеев, может быть, и Он правильный, или вот там еще есть Будда какой-то, который что-то рассказал, или Кришна, или еще что-то. Это очень удивительно смотреть иногда, ну правда я вижу это все по телевидению, или в каких-то соцсетях, где люди крещеные, где люди считающие, что они даже настоящие православные христиане, люди, которые вот в большие праздники пойдут стоять, причащаться, праздновать, радоваться, так далее. Время от времени ездят в какие-то страны и там соблюдают тоже. Вот этому Богу мы цветочки положим, у этого Бога рису поедим, у этого Бога водичкой помоемся и все такое. То есть они пытаются насобирать Духа Святаго от тех, кого Господь назвал Дети Сатаны. То есть для нас нет никакого другого Бога, кроме Пресвятой Троицы, которую в лице Иисуса Христа, Бог Сын, Бог Слово, нам с вами и преподнес, как наше дальнейшее учение Жизни Вечной. Поэтому, выбирая вот этот путь, мы, конечно, должны осознавать, что на этом пути, естественно, есть волки, которые нас на этом пути готовы съесть в любое время. Есть колючки, в которые мы сами можем, как они называются, ну ладно, по-славянски, в которые сами можем залететь и после изодравшись возвращаемся в церковь и опять... И говорим, ой, что-то у меня столько ран, да как я эти раны получил, да что это со мной такое произошло. Получил потому, что, видимо, хотел что-то другого. Не верил в то, что Господь сказал, что сунешься вот в это, пойдешь этим путем. Ну и все, что как тебе предсказано, как говорится, и получишь. Очень интересно смотреть вот в соцсетях, как в эти праздники у людей не только радости бывают, но и огорчение случается. Ну вот одна там у меня в Инстаграме жила в Москве, ее выгнал муж. Ей пришлось уехать далеко-далеко, прям 31-го числа. И поссорились они именно по поводу праздника, как его праздновать, с кем его праздновать, куда идти, что в этот праздник делать. Ну, дошло, в общем, до драки и до развода, грубо говоря. Как так? Праздник, праздник. Как это такое могло случиться? Ну, случилось, видимо, потому, что это праздничные настроения, и праздник этот не по-христиански пытались попраздновать. Но мы-то с вами, естественно, христиане православные и русские. Мы-то с вами некоторые 31-го вообще ничего не праздновали. Ну, естественно, 25-го, когда католическое Рождество было, естественно, никому ничего не молились и никаких не совершали служб. Но теперь-то мы пришли к своему самому главному, грубо говоря, русскому празднику, русскому Новому Году. Нет, хотя, конечно, Рождество для нас должно быть. Рождество всегда самое главное, которое мы отпраздновали 7-го числа. Но на носу старый Новый Год. К нему как относиться? И, естественно, многие, особенно суперправославные, как я их называю, скажут, это и есть самый главный наш Новый Год. Вот мы его хорошенечко празднуем. Всё у нас начнётся так, как нужно. И всё у нас будет так, как хочет Бог. И в этом большой вопрос. В этом большой вопрос. Поскольку такого праздника, можно так сказать, в христианстве практически не существует. Старый Новый Год, да, службы уже к нему были написаны. Написаны гораздо позже. Есть новогодние и такое вот это. Но теоретически его не было, потому что было Рождество. Рождество у нас от Рождества Христова. Мы и ведём своё летоисчисление, да? А почему-то Рождество, Новый Год, у нас на 7 дней перенесено от Рождества, Новый Год на 7 дней. То есть на 7 дней позже, что ли, надо считать, что Христос родился или как. Вот эта запутанность, дорогие мои, вся происходит от того, что мы на самом деле с вами очень разные люди. Одни относятся к тому, что кто-то 25-го безразлично, кто-то 1-го безразлично, кому-то 7-е действительно очень важно Рождество ответить, а кому-то и обязательно 14-го Новый Год провести. И эта разница, ведь она не только в духе, можно так сказать, объясняется, и, к сожалению, является свидетельством разделения людей, так как церкви очень серьёзно разделились, в том числе вот в таком календарном плане. Причём они достаточно давно это делают, ведь не первый раз Пётр Первый Новый Год перенёс, ну Пётр Первый, конечно, свой первый раз перенёс на определённое число, но ведь до этого тоже у русских год праздновался, и в марте праздновался, и в сентябре праздновался, и в мае даже, причём в разных областях, ну теперь России, а тогда разные были народности и земли у них были и Киевской Русь, и Новгородской Русь, и Псковская Русь, и Спаленская Русь, и Тверская Русь, то есть Русей-то было на самом деле много, и поэтому празднование тоже было разное, в том числе, знаете, и на Ивану Купала в некоторых местах считалось, что Новый Год начинается, ну потому что с этого Христа началась проповедь, и с этого началась якобы новая жизнь христианская после того, как Христос произвёл омовение, об этом мы ещё отдельно поговорим у Иоанна Крестителя, то есть на самом деле вот эта вся наша разница в осознании, где, когда и что праздновать, и с кем, и кого любить за то, что он празднует, кого не любить за то, что он празднует, происходит от нашего различного, ну можно так сказать, формирования личности, да и вообще самой личности, самой личности. Ведь даже учёные сейчас, интересно, различают, что мы с вами имеем, например, разные мышления. Вот у европейцев рациональное мышление, а у нас эмоциональное, у восточных людей, у русских, ну и вообще восточных людей. То есть им надо сначала всё осознать, а потом у них проявляется эмоция. А у нас сначала идёт эмоция, а потом мы начинаем разбираться. Да? Так ведь у русских сначала подрались, а потом разобрались, что подрались зря. То есть вот такая. У нас есть, конечно, поговорка, что после драки кулаками не машут. У нас, значит, у нас есть поговорка, умён задним умом, то есть после до него доходит, после доходит. Но рациональное мышление родилось из той жизни, в которой мы с вами сформировались, как личности, где было много лесов, было много опасностей, было много медведей, как говорится, волков и всех остальных. Можно было запросто провалиться под лёд в определённое время года, когда ты на санях переезжаешь реку там или ещё что-то. И что это? Так вот, если бы у нас развелось рациональное мышление, то есть надо сначала обдумать, а что тут делать, когда на тебя медведь выскочил, то мы бы не выжили никто, поскольку думание занимает определённый процесс. Вот та же есть такая Татьяна Черниговская, которая объясняет, что мысль рождается в течение одной секунды, но формируется она полноценно в течение трёх-четырёх секунд. То есть в одну секунду мы можем сказать себе «медведь напал», а дальше в трёх-четырёх секунд что с ним делать? Но медведь-то ведь не ждёт. Три-четыре секунды у него бросок у медведя до 12 метров. Слышали такое? Я был крайне удивлён, когда мне у клетки с медведем... Я, во-первых, удивился, какой он огромнейший, этот медведь, когда он встал. Я его даже не по шейку. А когда сказали, что у него бросок 12 метров, может быть, это вообще... И что русскому оставалось? Настолько рассчитывать на эмоцию, что услышал звук, запах, шорох. Это всё эмоция, это всё чувство, которое до ума не доходя сразу даёт возможность человеку отреагировать. Вот, например, наше отличие от иностранного. У них рациональное мышление. У Запада у них R1B1, гапала группа по Анатолию Клёсову. И у них другое, у них развелось рациональное мышление. У них было время разобраться, что сделать, как сделать. Поэтому они считают себя, что они умные, они всё обдумывают. А русский сначала делает, потом думает. Но у нас преимущество, что именно это дало возможность, как некоторые учёные, разбирая, почему мы выигрываем в войнах, дошли в том числе и к этому фактору, где мы, оказывается, делаем быстрее на доли секунды, чем другие западные воины, поскольку им надо сначала обдумать. А мы сначала сделаем, потом разберёмся. Это, например, отличие. Что это отличие нам даёт? Почему мы с этим отличием держимся за то, что нужно Новый год справлять 14 января, а не 1? Это отличие нам даёт возможность быть сопричастным своим предкам, которые вот это эмоциональные. Так вот, это отличие нам даёт преимущество в очень сложной и резкой ситуации. Но оно у человека, можно так сказать, формируется, в том числе и в среде, в которой он находится. То есть должно быть, чтобы все вокруг точно так же реагировали. И тогда это свойство с детства у человека. Те, кто уезжает с детьми на Запад, и дети там воспитываются, они после видят это отличие. У меня вот была одна знакомая, которая поехала в Бельгию, чтобы учить ребёнка западному образованию прямо с самого начала. Ребёнок доучился до пятого класса и сказал, мама, уезжаем. Я не могу больше с ними иметь дело. У них, значит, ну, в общем, всё не так. Приехали в Россию, а он жалуется, что я не успеваю в школе отвечать. Я всё знаю, но у меня успешность, значит, никак не появляется. Потому что пока задали вопрос, уже кто-то захотел отвечать, кто-то отвечает. То есть он вот по-европейски что-то там в голове крутит-крутит. А уже русские ученики говорят, а я вроде знаю, дай-ка отвечу. Ну, потом решили, я ей сказал, ты поговори с учителями, чтобы они прямо конкретно его... И сразу у него оценки стали очень хорошие. Ему понравилось учиться в русской школе. Есть ещё одно отличие. Давайте я вам тогда все отличия расскажу, чтобы вы знали. То есть вы вот должны осознать, у вас рациональное мышление или эмоциональное мышление. И тогда вы будете праздник искать, который эмоции даёт, а не какое-то осознание рационального поведения, что вот тот год кончился или ещё что-то. У нас старый Новый год – это эмоция. Никакого календарного, как говорится, значения у нас вообще не имеет. Это просто воспоминание и это эмоциональное общение со своими предками, я бы так сказал. Вот, мы закончили. Рациональное и эмоциональное. Давайте тогда вот ещё одно отличие, очень существенное для русских и других. Это прямо внутри всех народов существует. Здесь нет национальности, здесь нет никаких, значит, цвета кожи или ещё что-то. Это архаическое и прогрессивное мышление. Это очень интересная разница, поскольку архаическое мышление сформировано было тысячелетиями существования человека как возможность выживать в коллективе. То есть, это существование, где ты законам, которые выработались до тебя за тысячелетия, подчиняешься и не задумываешься. Тебе легко в этих законах жить. Тебе не надо думать, надо делать, не надо делать. Все так делают. Все так делают. Вот это архаическое мышление. Христос приходит в среду архаического мышления, где все ничего не понимают, что значит как-то жить по-новому. Всё же прекрасно, да. Все законы есть. Кто надо, тот высший. Кто надо, тот низший. Кого надо, значит, в жертву принесём. Кого надо, значит, возвысим или ещё что-то. Попытка римлян, ведь захвативших Иудею, оказалась неудачной, чтобы им навязать своё римское языческое мышление. И тогда у них ещё языческое мышление оставалось. Там ещё император был, Бог, и всё остальное. Ничего не могли сделать, поскольку вот это архаичное мышление, оно никак у них, как говорится, в голову не входило. Да ещё с рациональным связанным мышлением. И вот Христос приносит прогрессивное мышление, но пытается встроить его в архаическую систему. То есть он говорит, я не пришёл разрушить ваши законы. Пусть я не буду, как будут. Но вы посмотрите на некую нелепость ваших законов. И просто чуть-чуть сдвиньтесь вперёд. У вас по закону в субботу ничего нельзя делать. Его ученики идут, значит, пшеницу сорвали, колосья, зёрнышки кушают. Как? Они? Да он от беса. Как он им позволяет? Он говорит, так слушайте, ну вы же тоже позволяете. Если осёл у вас в субботу упадёт в яму, вы разве не достанете осла? Если овца убежит у вас в субботу, разве вы не побежите за ней? То есть им показывают, что вы-то ведёте, но ваше архаическое мышление не даёт вам осознать, что можно чуть-чуть по-другому, более рационально действовать. Потому что эта рациональность даёт освобождение человека от коллективных, грубо говоря, уз. И мы увидели, что в этом оказался прогресс человека, человечества. То, что прошли за 2023 года, человечество, как оно развелось, как по-другому стало мыслить, какие технологии и так далее. За тысячи лет никто столько не сделал. А тут за две тысячи лет не только там колесо изобрели, полетели на другие, ну, пока не планеты, хотя планеты у нас есть уже и на Венере, и на Марсе, и на других, значит, наши изделия, как говорится, долетели. Вот. Вот что значит прогрессивное мышление. Оно не отменяет архаичного мышления. Тот, кто говорит, что всё, ваши правила, никому не нужны. Вы не... Это не правильный человек. Это тот, кто строит дом, как в Евангелии написано, на песке, на пустоте. Но тот, кто держится за архаичное мышление, это тот, кто фундамент строит, а дом свой построить не может. Не может. Он живёт, вот, схватившись за эти правила. И это может относиться в том числе и к празднованиям Нового Года, и к Рождеству, и так далее. Я не признаю никаких других вариантов, кроме 7 января 14-го, Новый Год, с 13-го, 14-го, а потом ещё Крещение, и так далее. Я кроме старого календаря ничего не признаю. Это архаичное мышление. Если ты не хочешь признавать, но тогда осознай, что могут быть другие, которые решили, что им так удобней. У них вот так это. Поскольку, посмотрите, у нас ведь из православных церквей большинство перешли на празднование Рождества 25-го декабря. Уже большинство. Я уж не знаю, сколько сейчас осталось церквей, которые по старому календарю. 5, 6 или 7. Я не знаю, сколько. Но большинство перешли. И что? Они уже не православные. Мы их знать не знаем. Мы их бесами считаем. Но вот это, на мой взгляд, и есть проявление архаичного мышления, где человек просто не может по-другому осознать, что вот у него это. Вот, например, такое отличие. В данном случае, вот я вам два назвал, я признаю, что преимущество за эмоциональным мышлением и за прогрессивным поведением. Не исключая архаичного. Но у нас был еще один замечательный ученый, Дмитрий Сергей Лихачев. Он хотя и не сам этот термин выдумал, он его просто развил, но он хорошенечко это доказал на работах о фольклоре русском, о древней русской литературе и так далее. Есть еще у нас интересная особенность. Это мифологическое и реальное мышление. То есть мы одни мыслят мифами, а миф – это, ну, придумано это по-другому. Миф – это созданное внутри тебя система жизни, система образов, система героев твоей жизни и всех участников твоей жизни. И мифологическое мышление есть у всех людей. Оно начинается с рождения человека. Ну, и некоторые сейчас ученые считают, что до подросткового возраста, до отрочества у нас, отрочество считается, в том числе и православие, это отход от мифологического мышления. Но на самом деле, если хорошенечко разобраться, а теперь уже разбирается, знаете, с помощью всяких инструментов, с помощью всяких аппаратов и так далее, как то или другое образ влияет на мозг и все такое. И, в общем-то, уже вполне доказано, что как у детей это мифологическое мышление может задерживаться, они мыслят мыслями не до подросткового возраста, а позже. У меня был даже разговор с академиком, с одним педиатром, который говорит, нет, теперь девушки остаются детьми до 23 лет, а юноши аж до 28. У них даже развитие половое еще продолжается, и поэтому может у них и поведение это оставаться такое. В чем суть мифологического мышления? Образы, которые есть нереальные внутри этого человека, для него абсолютно реальны. Абсолютно реальны. То есть, когда исследуют на аппаратах, как человек реагирует на реального человека, например, и на выдуманного человека. И если человек с реалистичным мышлением, он на выдуманного человека по-другому реагирует, у него мозг реагирует. Он понимает, что это выдумка. Он для него не такой уж важный этот. Он его не ставит, как говорится, во главу угла, не вводит сигналы в зону, оценивающие опасность от этого человека. Что с этим человеком сделать? И так далее. У него не происходит. Ну, картинка, да. Ну, да, это картинка в голове, но она явно говорит о человеке неживом. Это при реалистичном мышлении. А при мифологическом мышлении для него все живые, все одинаковые. Поэтому, когда вы пытаетесь ребенку прочитать страшные сказки, каких-то там героев, значит, ему описываете, а потом он у вас прячется и боится Бабы Яги, например, или какого-нибудь Кощея бессмертного, строит себе какие-то уголки, там, под одеяло прячется, и вы говорите, «Ты чё там? Чё ты?» «Ой, придёт Баба Яга». Вы говорите, «Да брось! Это же сказка была!» Для вас сказка, а для него реальные, живущие в лесу, в углу, всякие. И больше того, у нас ведь в эту же категорию входят вот эти все мультики. Они же не столько сказки наши сейчас слышат, сколько этих мультиков видят. И для них это реальные герои. Для них это реальные герои. Была странная игра, помните, там просто с ума сошли, в Москве просто реально с ума сошли. Психушки приходилось брать. Покемонов они ловили по Москве, да и по другим городам. У нас даже тут это было. Вы-то думаете, что это просто игрушки? Вам-то странно, чё это он тут с этими с ума сошёл покемонами? И если не поймает, то умрёт, а там же ведь вот так. Или ещё тут недавно был этот зубастик-то, забыл, как его ещё-то, тоже сумасшествие полное. где понарисовали, понашивали, понавыпускали этих страшных зубастиков. У меня ролик там дашь. И думают, а чё это дети-то не спят? Чё это они шарахаются, значит, это? Или наоборот, отпустить не могут, когда они думают, что этот зубастик теперь их защищает от всех остальных. А у них мифологическое мышление. Для них это всё реально. Так вот, к большому нашему удивлению это мифологическое мышление может у людей оставаться на всю жизнь. На всю жизнь. И поэтому связь с этими праздниками, в том числе Новый год, Снегурочка, другие какие-то герои, переход из этого Нового года в какую-то другую жизнь и всё остальное, для многих людей остаётся реальностью. В мифологическом мышлении опять эта форма, форма, как я вам уже говорю, архаического, часть архаического мышления переходит по наследству, грубо говоря, или из определённого коллектива, определённому члену этому коллектива. Поэтому так вот и держатся они за старобрячество, за поведение, такое, как полагается, за мифы те, которые при этом старобрячестве и всех остальных были созданы, за календарь этот и так далее. Они держатся. Это вот форма мифологического мышления. И разубедить их практически невозможно. Потому что у них реально... Я столкнулся с этим на суде, где человек абсолютно чётко давал показания, абсолютно, значит, чётко утверждал, как всё происходило, в том числе, какие люди были, какие эти... И ничем его сбить нельзя было. Он точно верил, что вот это всё так было. Еле-еле в конечном итоге на суде было доказано. Судья поняла, что он врёт, а я понял, что он не врёт. Он себе создал вот этот миф. У него все эти люди в этом мифе реальные, события у него реальные, и он становится зависим от этих людей. Ну, есть крайние случаи это шизофрении, всевозможные, где он уходит в этот нереальный мир и просто живёт в этом, или есть люди, как говорится, выдумщики, которые придумали себе какой-то образ, какой-то этот, создали миф свой, поддерживают, живут в этом мифе и так далее. Вот это мифологическое мышление. Вот это тоже один из факторов, который может вам не давать спокойно относиться к тому, что вокруг вас происходит. реально смотреть на всю эту жизнь. Поэтому, когда мы с вами берёмся обсуждать хорошо или плохо старый Новый год, мы будем каждый исходить из своего свойства, каждый исходить из того, какое у него мышление, каждый исходить в каком он мире живёт, в мифе он живёт или в реальном мире. Причём, я вам скажу так, что на самом деле ничего плохого ни в том, ни в другом нет. Это естественное состояние человека и реалист не должен обвинять мифологического мыслящего человека в том, что он так мыслит. При этом, я вам скажу так, это одно из главных свойств всех писателей, например. То есть, писатель-реалист вряд ли когда придумает тот мир, который он может создать для героев своих сказок. Ну, один из реалистов, например, большой математик, доктор математики и всё остальное, такой мир постарался создать для своей маленькой дочки, но ему пришлось этот реальный мир облечь в такую сказочную форму, где заключены все математические законы, физические явления и так далее, но мы знаем это произведение его как «Алиса в стране чудес». Да? Это самая реалистичная сказка, которую сделал очень реалистичный человек, но, зная, что у ребёнка мифологическое мышление, ему пришлось это облечь вот в такую форму. Так что, дорогие мои, празднуйте с радостью всё, что вам приходит как праздник. Не огнушайтесь праздников, которые приходят. Я как-то встретился, у меня был даже в гостях как-то итальянец, и он как раз приехал, вот тут Рождество, старый милой год, вина нам хорошего привёз, и говорит, кстати, непростой был итальянец, у него брат был эконом Папы Римского, прям родной брат, ну, главный бухгалтер, можно так сказать, Папы Римского, и кое-что я такое услышал, что и так-то у меня недостаточно было уважения к Папе Римскому, а после этого вообще стало другое. говорит, так вот, он приехал после Нового года, после Рождества, а тут опять Рождество, Новый год, мы ещё и в Москве праздновали там, и он говорит, слушайте, вы счастливые русские, у вас столько праздников в эти зимние каникулы, что напразднуешься, как говорится, до суда. Ну, у нас-то вообще всё православие радостное, если вы осознаете, что православие это каждый день праздник, каждый день праздник, и будете готовиться и знать, что вы должны быть в праздничном настроении в этот день, то вы будете самый настоящий православный человек. Радуйтесь и веселитесь, завещает нам Господь наш Иисус Христос, и поэтому надо осознавать, что Он завещает это для жизни вечной, который нужно начать здесь и этот праздник продолжить в вечности, и тогда мы, как этот долгожитель, и скажем, видимо, там хорошо, раз никто оттуда не убегал. Надеюсь, что и вы не убежите, когда вам придёт пора переселяться туда, куда завещено. Здоровья вам всем, мои хорошие, с праздником вас. Аминь. Аминь.